Я прилетел встретиться с нашими партнерами, мы все-таки хотим здесь открыть постоянный офис, чтобы вот все как бы был человек и к нему приходили. И сейчас как бы есть у нас пару вариантов, сейчас будем с ними знакомиться. То есть, а, ну вы хотите уже постоянно прийти к партнеру, да? Ну, конечно, чтобы прям было официальное представительство, чтобы могли принимать клиентов и уже работать. Так, ну и этот, ну и проще говоря, я подготывал несколько вопросов. Да, конечно. Здорово, что вот вы пришли, подготовлены. Ну, если честно, я уже там все, где что можно прочел, просмотрел, все там, разузнал. Ну, больше как раз от вас тоже узнает некоторые вопросы по поводу, ну, как я же смотрю, мигрант-медиа. Да, отлично. Практически все видео. Я вот полчаса сказал, что есть там какой-то штаб, где выиграли суд о том, что вот типа мужья выпускались сразу вместе с женами и с детьми. Да, сейчас в Мексике так происходит, да. То есть, семьи, семейные, если более одного ребенка, двое-трое детей, их выпускают сразу. Если же будет один ребенок, все равно будут более лояльные отношения, нежели если бы человек заходил один, то есть без семьи. Поэтому сейчас к семейным очень, как бы, нормализовались законы. Потому что туристическую визу вам уже, скорее всего, не дадут. Вот. Попробуйте либо получить студенческую визу F1. Вот есть вероятность, так как вы не нарушили визу по work and travel, вот, вернулись вовремя, вам могут одобрить F1. Но опять-таки, у вас сестра была указана в анкете? Где-нибудь? Я тебя точно не помню. По-моему, была указана. Ну, зачем? У нас все наши сотрудники в разных местах постоянно. Зачем всей компании летать в одно и то же место? Поэтому... Умение цели, да? На все это уходит, ну, месяц плюс-минус там неделя. Вот. Плюс с визами, то есть... У нас все правы на фамилии. Ну, это... Да, у детей. Ничего страшного. Ничего не бытка в какой-то там сложность? Не, ну, у вас же есть, как бы, ситуация, которая объясняет этот момент. Вот, поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok